Субтитры сделал DimaTorzok Я люблю эти все распаковки, разрезания В общем, вот В таком вот виде пакетик Бумажка Инструкция По тому, как их настраивать С обоих сторон На английском языке С QR-кодом С сайтом Пожалуйста, спасибо, ставьте звезды Это все в сторонку И, собственно, вот они часы Ну, для начала снимем Все защитные пленочки с них Для того, чтобы их как следует Рассмотреть Значит, вот здесь Вот у нас пленочка Как ни странно, на стекле я пленочки так не обнаружил Но вот на ремешке у нас пленочка Мы сейчас ее снимем Так, на другой стороне Снимаем Вот эту синенькую штучку Тоже мы снимаем Вот, собственно, вот Такие часы Посылка шла 23 дня Это тоже часы В общем-то, если не дорогого сегмента Часы Скелетон Как вы видите, они прозрачны Можно видеть сзади Что там делается Если смотреть Снизу То увидим, как Двигаются Разные части Двигается балансир Как говорит нам китаец Что это все Нижавеющая сталь Далее Покупал Как ни странно Я заказывал часы Винер Оказалось, что это часы Цевер Хотя, как я потом посмотрел Что это один и тот же бренд У них водонепроницаемость 30 метров Не знаю Не проверял Проверять не буду Мне очень нравится Тут они теряются стрелки На циферблате Хотя, собственно, сам циферблат красивый И, значит, как вы видите Нанесены на внутренний циферблат римские цифры Есть еще один циферблатик Он представляет собой Минуты внутри идет второй циферблатик Еще такой кружочек Который ни на что Ничто не обозначает Просто, видимо, для красоты Вот эти вот кнопочки Они фейкивые Они ничего не включают Не выключают Основная головка Для подзавода часов И для, собственно, перевода стрелок С обратной стороны никаких надписей нет Диаметр циферблата у него 4 сантиметра Толщина часов приблизительно Может быть 10-12 миллиметров Часы достаточно тяжелые Но вот по сравнению с NaviForce Который я рассказывал Они достаточно легкие В этом отношении Присутствует безель Как я говорил, что это Оказывается просто по-русски Предохранительное кольцо Вокруг Часового стекла Кстати, производители говорят, что это просто стекло Наверное, да Потому что оно такое немножко выгнутое И, в общем-то, достаточно Постучать металлические штучки Вот видно, что это, наверное, стекло Посмотрим, как, опять же, в эксплуатации будет Ремешок металлический Сделан достаточно качественно Вот по сравнению с другими часами Вот на металлическом ремешке Сделан достаточно качественно И каких-то претензий нет Он немножко, конечно, громыхает Но и крепление у него хорошее Вот здесь вот к корпусу часов И сам по себе он такой достаточно плотный И хорошо застежка работает у него Посмотрим, что будет, опять же, в эксплуатации Посылка шла 23 дня Продавец достаточно адекватный Это он мне Кстати, вот этот продавец прислал мне новинку Говорил, не хочешь ли ты посмотреть такие часы Хотя, конечно, я-то рассчитывал, что он мне пришлет их бесплатно Но Такого он мне сделать не может Но сделал мне скидочку небольшую Поэтому я с удовольствием их, собственно, заказал посмотреть Опять же, обращаюсь к подписчикам Помогите мне, как мне находить вот этих вот Производителей, собственно, часов Потому что я хотел бы рассказать вам об этих производителях Что за фабрика или там это завод Потому что достаточно качественные продукты они делают Не знаю, сколько они будут ходить Но вот сколько у меня уже часов было Вот претензий к ним никаких нет Стрелки часовая, минутная Секундная стрелка Немножко нанесено на стрелки Светоотражающий материал Но достаточно скудно Как, собственно, по всем китайским часам обычно делается Если они долго лежат на солнце Какое-то время их видно в темноте А потом все это опять пропадает Мне нравятся механические часы Вот, если вам понравились Заказывайте, ссылочки будут внизу Смотрятся они достаточно солидно Вот, кстати, как они смотрятся на руке Вот эти вот размеры ремешка Даже вот на мою руку нормально Совершенно спокойно Не подходят, ничего не надо доставать Свободненько Нравятся мне металлические ремешки Рука под ними не очень потеет И, в общем, достаточно свободно Часы вращаются И нужно смотреть на них с любого места Итак, часы Winner-Saver Скелетон Механические С автоподзаводом 30 метров водоустойчивости, как говорят китайцы Хотя я в этом сомневаюсь Нежавеющая сталь Нравится? Покупайте Ссылки Под видео А так Всем Всего хорошего До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok